Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз. Если вы слышите эхо, так и должно быть, потому что я переехала в другую комнату и все это время мы пытались справиться с этим эхо, в итоге просто заказали панели, которые попозже в роликах появятся, а пока вам придется привыкать к эхо, потому что я сама к нему не могу привыкнуть. Вот я снимаю ухо и просто раздается эхом по всей комнате, это жутко бесит. Ну ничего не поделаешь. Решили поменять комнату, и потом когда-нибудь где-нибудь на стриме расскажу. Короче, мы вернулись с вами в Клуб Романтики, в Королеву за 30 дней, потому что знаете, когда был последний ролик? 11 месяцев назад. А сезон-то, оказывается, короткий, тут всего 7 серий. Ну то есть это совсем немножечко, понимаешь? Чуть-чуть осталось до финала. Люди ждут, когда я уже закончу, потому что это единственная законченная история из тех, что сейчас на данный момент есть, ну и из тех, что мы продолжаем все, я имею в виду, записывать. Так что мы сегодня смотрим первую, вторую серию, а там разберемся. А там, надеюсь, я перестану слышать эхо по ушам, а то оно очень раздражает, но сделать ничего не могу. Ну что, поехали, у нас серия первая. Ты под прицелом наемника-убийца, а над сагаром нависла угроза. Как ты будешь действовать? Приехал отдохнуть, называется. Наемник-убийца там, вот это все. По классике, в общем, мое любимое. Ого! Что за восточные сказки начались? Какая интересная обложка. А как это вообще вышло? А, ну да, никто не знает. И я не помню ни хрена. Королева на пороге смерти. Нам объявили войну. А, точно, нам же объявили войну. Извините, год прошел, я уж тоже ничего не помню. В комнате повисла тяжелая напряженная тишина. Но почему? Я не знаю. Их сообщение звучит как «Сам знаешь за что». Сейчас бы объявлять войну с фразой «Сам знаешь за что». Значит, они абсолютно уверены, что это мы начали. Значит, они абсолютно несерьезны. Войну объявляют не так немного. Может, я что-то путаю, но, по-моему, это не «Сами во всем виноваты». И записочка. Прямо сейчас меня больше волнует тот, кто заказал киллера для нашей гости. По твоей спине пробежал холодок, и ты передернулась всем телом. Знаешь, это звучит как-то совсем недобро. Ричард привстал, словно собираясь подойти к себе, но одернул себя в полудвижении. Заметив его маневр, Адам приобнял тебя за плечи. Джессика, мне жаль, что тебе пришлось пройти через это. «Да, может, отправите меня просто домой, нафиг все это, я поехала». «Повеселились». «Мне тоже». Сдерживая дрожь в пальцах, ты уткнулась мужчине в грудь и нервно выдохнула. «Ричард, мы должны найти заказчика до отлета». «Верно». «Отлета?» «Ты же не думаешь, что мы оставим объявление войны без внимания?» «Завтра же я должен быть в Ахаре и начать решать этот вопрос». «Но этим должен заниматься король, а как же свадьба?» «А, ну да, свадьба. Блин, навешали на нас всех собак, ей-богу, еще и свадьба». Принц встал, усмехаясь краешком губ. «При всем уважении к себе, я считаю, что война важнее моей свадьбы». «Куча девочек бы с тобой не согласились, конечно, знаешь». «Ты зависла несколько секунд, переваривая информацию». «Адам, у тебя есть около 20 часов на решение вопроса с покушением. Потом мы улетаем». «Я с вами». «Оба мужчины уставились на тебя с молчаливым вопросом». «И только попробуйте сказать нет». «Вообще, вот кто нас спрашивает?» «Типа, нет, я лично с вами». «Ну, типа, дорогая, они не обязаны тебя брать с собой, абсолютно вообще никак». «Ну, то есть это опасно, нет?» «Или вы собираетесь оставить меня здесь наедине с кем-то, кто хотел меня убить?» «А можно воспользоваться королевской охраной и закрыть меня в комнате?» «Но мы же не можем, мы же, понимаешь, особенная птица». «Я говорил тебе, если она вбила себе что-то в голову, ее не удержишь». «Джессика, ты хоть понимаешь, куда мы едем?» «Мне все равно, куда здесь я не останусь, и тебя в беде не брошу». «Почему я должна молча смотреть на то, как мои друзья пропадают в каком-то варварском эмирате?» Адам молча усмехнулся, поглядывая на Ричарда. «Принц пару раз на пробу стукнулся лбом о стенку». «Пару раз на пробу стукнулся лбом о стенку». Надо эту фразу просто записать куда-нибудь. «Ладно, тогда советую вам начать расследование прямо сейчас. Нам? Я в этом ничего не смыслю же. И чтобы завтра утром были в аэропорту как штык». «Слушаюсь, босс. Джессика, пойдем поищем твоего несостоявшегося убийцу». «Я и следопыт, и будущее невеста, и цель номер один. Почему бы и нет?» «Не оглядываясь на принца, ты вышла след за телохранителем». «Ясно, что ничего не ясно. Ты переодеваться-то не хочешь, ковбой, и в этом тебе будет не слишком удобно». «В спортивном костюме не будет слишком удобно». «А во что ты предлагаешь мне переодеться? В платье?» Если сейчас будет платье, я, конечно, посмеюсь. В платье-то сто раз удобней. «О, нечисть! Охотница на нечисть!» «Понял?» Ну все, стильная модная байкерша фиолетовая такая пошла. Кстати, сочетание фиолетового с черным, блин, очень красивое. «Чувствую себя как в бронежилете. Тем лучше, наверное». «В машине Адам был как-то особенно сосредоточен. Насчет вас с Ричардом. Вы задолбали вас с Ричардом. Нет, нас с Ричардом поцеловались год назад, понимаешь? На другом конце вселенной. Сколько можно припоминать-то мне? Я удивлен, что ты, ну, отказала самому кронпринцу Сагара. Мне это нафиг не надо, Адам. Адам. Это ничего не меняет для нас. То есть, это не значит, что я согласилась быть с тобой. Почему? Я ничего не понимаю. Я знаю, но ты не согласилась быть с другим. Как хищник я расцениваю это как позитивный знак. Да, мол, я... В этой истории меня расстраивает только, что мужчины максимально непонятливые. Вот надо под сто раз объяснить, понимаешь, чтобы они поняли. Ричард бы скорее подкатывает свои ласты. Ты говоришь... Ой, да, Ричард, все правильно. Ты говоришь, Ричард, отвали. Адам такой, ну, возможно, у меня есть шанс. Да, конечно, я же тебя в свою кровать уже пустила. Как это нет шансов? Я не понимаю. Сценарий меня убивает просто здесь. Ты рассмеялась и кулаком ударяя в его бицепс. Он скорчил рожу умирающего и тоже рассмеялся. Обстановка в машине заметно потеплела. Мужики, мужики в этой истории. Прям не могу. Ты вела Адама вдоль тропы, вздрагивая от каждого шороха. Спокойно, Джессика, я с тобой. Ты ушла из его рук. Здесь ему делать нечего. Он уже успел удрать. Ты кивнула и пальцем указала телохранителю на вытоптанную копытами часть тропинки. Тот внимательно осмотрелся по сторонам и присвистнул. Такое все зеленое. Смотри, что нашел. Что ты там нашел? Трагоценности в лизу ничейные и бесхозные валяются. Ничего себе. Это жерелье? Откуда оно здесь? Самая правдоподобная теория – это плата за работу. Хотя это странно, наемники обычно очень щепетильны с оплатой. Ну да, как-то тупо брать ожерелье, как оплату за убийство человека. Вот так не кажется? Какой-то такой себе, если честно, профессионал. Берут только деньгами, а то и вообще капризничают не имеющими, не крупными. Связываться с драгоценностями себе дороже, особенно в Сагаре. Потому что ты его нигде потом не продашь. Возникнет тысяча вопросов, откуда у тебя? Логично. Либо этот парень непрофессионал, либо совсем отчаянный. Либо... Ну... Не знаю. Найдем заказчика, может поймем. Нет, ты знаешь, ты просто не хочешь мне говорить по каким-то непонятными причинам. Давай обратно к чину-то. Может он знает, кому принадлежит колье? Отличная идея, поехали. Мы приехали в лес, чтобы найти ожерелье. К твоему облегчению знаменитый ювелирь сегодня был на рабочем месте. Сдогаздывай моя куготька, вот почему я действительно соскучилась. По Белани, чину-то Белани, боже. Адам, мой золоткий петужок. Петушок? Здравствуйте. Петушок. Что тебя привело ко мне, мой пегожочек? Дон Чинута, нам нужна ваша помощь. Вы можете опознать это колье? Ювелир выудил откуда-то увеличительное стекло и внимательно изучил протянутое Адамом ожерелье. Сложно сказать вот так с ходу. Тыковка. Тыковочка. Могу только предположить, что это колье могло принадлежать... Агдентам? Здесь есть дак их фабильного ювелико. Но это ни о чем не говорит. Он мог выполнить из того не заказ. А вы не знаете, где мы можем его найти? В багели, мой пупсик. Все мы там будем однажды. Значит, основная версия семья Артент. Луиза или Джулия? Я не верю, что это была Джулия. Джулия, конечно, стерва, но не такая. Может, Луиза? Оно не показалось мне самым дружелюбным существом на свете. Ни разу, но он тут же осекся, покосившись на Чинута. Да, на Чинута, спасибо вам за помощь. Нам нужно ехать. Всегда годов побочи, бой Сухагик. 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 Я буду теперь его звать Петушок или Сухарик. О, все, я буду звать его Сухарик. Все. Как вам? Сухарик. Мне подходит. Мне нравится. Мой Сухарик, это самая худшая уменьшительная ласкательная, которую можно придумать. Мне поэтому так безумно оно и нравится. Откинувшись затылком на подголовник, ты медленно выдохнула. Адам, Ричард сделал мне предложение в беседке в саду. Когда мы выходили оттуда, я кого-то видела. Клянусь, там был женский силуэт. То есть, кто-то подслушал ваш разговор и бегом нанял для тебя убийцу? Именно. А кто у нас тут самое заинтересованное лицо? Правильно, Джулия. Но Джулия не будет этого делать, говорю, стерва, но не настолько же. Или ее мать, что звучит более правдоподобно. Ее мать звучит вполне, кстати, правдоподобно. Хорошо, давай начнем с самого очевидного. Предъявим ей колье и спросим, что она про него знает. А если она соврет, нам эта информация будет полезна. Она это кто? Как кто? Ты подозреваешь Луизу, значит начнем с нее. А это, наверное, не она и не другая, скорее всего. После непродолжительных поисков вы обнаружили Луизу на одной из садовых скамеек. Добрый день, леди Луиза, мы можем поговорить? Некоторое время Луиза молчала, глядя на тебя широко, с пахнутыми глазами. Хью, следить Джессика чем обязана? Леди Луиза, это вы хотите меня кокнуть? Мы хотим задать вам вопрос. Вот как я не понимала, не помню уже, я же по дипломатии вроде иду, да, или что там? Дипломатия, не дипломатия, уже даже сама забыла. Не помню, что из этого дипломатии должно быть. Мы хотим задать вопрос. Дипломатия. Это ожерелье, вам оно знакомо? Все, теперь надо внимательно смотреть в ее зенке. Лицо Луиза окаменело, она вежливо посмотрела на протянутое жерель и покачала головой. Впервые его вижу. Ах, врешь и не краснеешь. Вы уверены? Леди встала, грозно задирая подбородок вверх. У вас проблемы со слухом? Со слухом, Ахайюз. Я понял, спасибо. Развернувшись она, он бодро зашагал по дорожке обратной. Ты помчалась за ним. Ты чего? Она врет, но признаваться, разумеется, не будет. А еще ей очень не понравилось, что ты жива. Давай навестим Джулию, может она что-то знает. Потом будем думать. Мне кажется, с ними кто-то третий в сговоре. Вот это очень такое, знаешь, как самое логичное предположение. А то иначе, ну это слишком очевидно будет. Адам резким движением постучался в дверь комнаты. Оттуда раздался раздраженный голос. Кто? Хьюз. Через минуту девушка открыла. Девушка оглядела тебя, Адама, и нахмурилась. Что? Джулия. Нам нужно поговорить. Ты достала колье и протянула его Джулии. Ты узнаешь это ожерелье? Девушка брезгливо двумя пальчиками взяла драгоценность и повертела ею перед глазами. На ее лице не было ни грамма заинтересованности. Надеюсь, это не оригинальный способ задобрить меня подарком. Мы ищем хозяина этого ожерелья. Я что, похожа на ювелира? Обратитесь к чину-то. Понял, спасибо. Ну, в общем, высокомерно, как и всегда, по-моему, да? Ничего не поменялось. Девушка решительно закрылась перед вашими носами. Адам кивнул тебе в сторону лестницы. Либо она прекрасно играет, либо не врет. Я склоняюсь ко второму. Но... Но обсуждать это здесь все равно не стоит. Пойдем. Так, в своей комнате Адам чуть расслабился, но хмуриться не перестал. Итак, мы почти наверняка знаем, что Луиза тебя заказала. Теперь нам нужны доказательства. Есть мысли, как их добыть? Мне кажется, нужно найти кого-нибудь, кто мог видеть, как Луиза встречалась с наемником. Если она с ним встречалась. Но рискнуть-то мы можем? Да, верно. Давай для начала поговорим с ее водителем. Давай, веди меня. Ну, мне кажется, если бы водитель что-нибудь увидел, ему бы настрого приказали этого не говорить. Все-таки это убийство же, правильно? После непродолжительного телефонного разговора Адам повел тебя к дворцовой площади. Машина за воротами, водитель здесь. Она что, готовится удрать в любую минуту? На скамейке у Балюстрады сидел высокий мужчина. Адам решительно направился к нему. Добрый день. Мистер Лем. Личный водитель леди Луиза Артнет. Да, добрый день. Чем могу помочь? Я Адам Хьюс, начальник дворцовой охраны. Это леди Джессика, моя ассистентка. Нам нужно задать вам парочку вопросов. Да, разумеется. Спрашивайте. Хм, скажите, Лем. Что можно спросить у Лема? Может быть, он видел ожерелье? Ты показала водителю уже поднадоевшую драгоценность. Не могу быть уверенным на сто процентов. Не бойтесь ошибиться. Расскажите, что помните. Мне кажется, я видел его вчера ночью у леди Луиза. Она попросила отвезти ее за город. А еще удивился, когда она пошла в то кафе. Вообще не ее уровня. Там был мужчина, верно? Как вы догадались. Да, Лейсый такой, мускулистый, неприятный типчик. Она отдала ожерелье ему. Отлично, это все, что нам нужно было знать. Спасибо. Ой, блин, а я думала, там не все так банально. Я думала, там какое-то третье заинтересованное лицо. Типа я к тому, что так было бы в сто тысяч раз прикольнее. Нет? Да ладно. Подхватив Адама под руку, ты рванулась обратно в дворец. Снова оказавшись в комнате Адама, вы оба выдохнули. Ну что, поздравляем. Теперь мы точно знаем, кто желает тебе смерти. Облегчение. Ты сильно расстроишься, если я не буду этому радоваться. Горю и безмерно. По Луизе. Сдам ее Даниэлю или сначала поговорим сами. С Даниэлем всегда успеем. Сначала я хочу посмотреть в глаза человеку, который пытался меня убить. Изрядить по ее физиономии с красными губищами. Вот это было бы хорошо. Телохранитель прикусил губы, внимательно оглядывая тебя с ног до головы. Ну ты что, до вечера потерпеть не можешь? Ну в конце концов. По его... Под его взглядом тебе вдруг стало неуютно и почему-то... Шарк. Ты чего так смотришь? Адам прям в лобешник все говорит. Мечтаю тебя раздеть, детка. Адам! И прикрепить мою внутреннюю... На внутреннюю сторону твоего бедра жучок. И может быть еще куда-нибудь. Наталью, например. Я знаю одного капитана, который любит так делать. Подожди, это отсылка к этому, что ли? К... Джефф, правильно? К Джеффу? Всегда мечтал попробовать. Это что, ролевая игра какая-то? Ты коп, а я подсадная утка? Нет, это я на полном серьезе. Объяснись. Слушай, мой план. Ты идешь к Луизе, говоришь с ней, выбиваешь признание. Если она настолько тупая, что скажет мне все в лицо, то тогда ей надо поставить памятник за скудоумие, честно говоря. Если она мне все сразу расскажет, но это будет вообще... Зачем заказывать человек, если ты тупой? Мы записываем его и относим к Даниэлю. Потом мы 40 слонов станцуем в честь устроения Луизы. А почему ты не можешь пойти? Ты думаешь, она хоть слово скажет при мне? Не бойся, я буду рядом. Я говорю, если она все расскажет сразу же, то я буду вообще в восторге. Оттого, ну я же говорю, просто, ну это же додуматься надо. Все сразу выпалить. Человеку, которого ты собирался прикончить. Он покопался в одной из тумбочек и достал оттуда две маленькие черные коробочки. Что еще необычного можно найти в твоей комнате? Конкретно это я на днях утащил у Даниэля. Так и знал, что пригодится. Он обернулся к тебе и вдруг застыл. Наденешь сама или помочь? Он выглядел смущенным. Ты вдруг почувствовала, как легким становится тесно в клетке ребер. Вот это выражение. Во-первых, я не знаю, как их лепить правильно, так что делай сам. Мужчина медленно приблизился к тебе, сжимая черные коробочки в руке. Повернись. Ты послушно развернулась спиной. Крепкие мужские пальцы коснулись твоей шеи и спустились ниже. Прохладная поверхность коробочки вжалась в твою кожу. Тяжелое дыхание опалило тебе плечи. Спокойный, сдержанный голос раздался над самым ушком. Лицом ко мне. Ты снова подчинилась. Волосы на твоей шее вдруг встали дыбом от пробежавших по спине мурашек. Глядя тебе в глаза, Адам приподнял край твоей маечки. Снова прохладное прикосновение. Короткое давление. Мужчина склонился ниже к самому... К самому твоему лицу. Останови меня немедленно. Ха! Сейчас прям. Меня год здесь не было, ты чё, останови его. Конечно, я уже даже забыла, кто ты вообще такой. Его лицо вдруг дрогнуло, и на следующую секунду он впился губами в твои губы. Какой не сдержанный мужчина. Он целовал тебя, как монах, у которого кончился обед без брача. Очень странно это. Голова закружилась, ты едва успевала охватать глотки воздуха между его жадными поцелуями. Эти сцены я не могу. Он зарился пальцами в твои волосы, оттянул голову назад и резко впился губами в твою шею. Ты пошатнулась под его весом, шагнула в сторону и впечаталась спиной к стене. Едва миновав головой крепление турника. Ходишь тут такая красивая, такая недоступная. Вот прямо уж недоступная она, вот прямо уж недоступная. Те умоляю, я-то недоступная, в смысле персонаж. Я-то недоступная, я замуж. Зачем ты делаешь это со мной? Зачем ты издеваешься? Знаешь, такое ощущение, когда они такое говорят. Не вздохнуть, не пернуть при них нельзя. Понимаешь, у них сразу крышу срывает. Прям такие все героини, все просто сумасводящие. Он подхватил тебя под попу, заставляя бить ногами свою талию. От неожиданности ты взмахнул руками и поймала ладонями холодную перекладину турника. Ух ты, как удобно. Склонив голову, он провел языком по твоим ключицам, крепче сжимая пальцы на бедрах. Началось. Ты тихо застонала, вытягиваясь вверх всем телом. Боже мой. Он хрипло выдохнул, словил губами. Ну, конечно, конечно, бедные сосочки. Довольно усмехнулся и в ответ на твой вскрик. Его настойчивые пальцы уже тянули с тебя мешающие штаны. Ты держишь меня в подвешенном состоянии, как щенка. Не говоришь ни да, ни нет. Так о молчании не знак согласия был. Ну, конкретно в этой ситуации. Резким движением он стянул твои штаны вместе с бельем. В общем, все кинул на пол, чтобы все помялось правильно. Как долго ты планируешь сводить меня с ума? Его пальцы показались такими холодными по сравнению с горячей тобой. А, ну пожалуйста. Он усмехнулся в твою шею и покачал головой. Теперь моя очередь издеваться. Вон, какой смысл? Я не понимаю вот этих вот издеваться. Мы время теряем, я кто-то ум... Посадить тетку надо. Время уже мало осталось. Давай быстрей. Извините, я всегда порчу вам эти сцены. Я не знаю, что со мной всегда беру и порчу эти сцены. Всегда, собак. Хорошо, повалить его на кровать. В ответ ты рыкнула, опуская руки, толкнула мужчину в грудь. Тот неловко вывернулся и упал на кровать. Ты приземлилась сверху. Не смей играть со мной, Адам Хьюз. Ты выгнулась, ловя его руки, и одним мягким движением уселась сверху. Мужчина охнул, подаваясь бедрами тебе навстречу. Ой, какая прелесть, какая порнуха пошла, класс вообще. Ты чувствовала только жар его тела, близость его дыхания, крупные ладони на своих бедрах. Сумасшедшая ведьма, правда? А ничего ласковее придумать нельзя было? Ты усмехнулась, склоняясь и целуя его. В ответ он глухо застонал, нещадно ускоряя темп. Ты резко втянула воздух, теряя остатки сознания. Обожаю, все так идеально, прям просто умереть хочется. В себя ты пришла уже лежа рядом с ним, уткнувшись носом его плечом. Я сошел с ума, умер, и теперь я враню, и я доволен. Ты хихикнула, приподнялась на локти и куснула его за плечо. Разве у нас есть время сходить с ума и умирать? Телохранитель со стоном воздел руки к потолку. Ну да, кстати, мы же вроде как... Почему я не выбрал спокойную работу в офисе? Эй, ну тогда бы ты не встретил такую ведьму, как я, ну? Чего жалуешься-то? Ты так говоришь, потому что никогда не воевал с кофемашиной. Или с ксероксом. Видели эти гигантские ксероксы в офисах? Вот эти вот какие-то здоровенные, размером с тебя. Я вообще хрен знает, как они работают. Там 50 тысяч кнопок, и пока ты что-то отсканируешь, на тебя уже наругаются, что ты бумагу зря тратишь. Ладно. Вы наскоро привели себя в порядок. Адам напоследок еще раз прикрепил свалившиеся с тебя жучки. В смысле, так мы с жучками на мне этим занимались? Ну правильно, почему бы и нет. Кстати говоря, по-моему, вот эта сцена была поярче, чем предыдущие сцены вообще. Не помню, что бы меня так кринжовало с остальных сцен. Это только в третьем сезоне так? Ладно, ты готова к встрече с Луизой. Мне точно надо идти туда одной? Я буду совсем рядом, буквально на ее балконе. Пойдем. Ты горестно вздохнула, но послушно поплелась вслед за Адамом. Луиза не отзывалась на твой стук почти минуту, потом дверь неуверенно приоткрылась. Леди Джессика, чем я обязана? Вы позволите зайти, у меня к вам разговор назрел. Женщина поколебалась, но подвинулась, давая тебе пройти. Присаживайтесь. Итак, леди Луиза. Вы же могли решить все мирно, в конце концов. Женщина выгнула бровь, глядя на тебя с наигранным непониманием. Вот от души наследили. Вы от души наследили, когда заказывали меня киллеру. Доказательства мы нашли, думаю, для суда их будет достаточно. Луиза помолчала некоторое время, задумчиво глядя на свои руки. Потом потянулась куда-то в бок и ленивым движением положила на столик между вами пистолет. Говорит, нифига себе, ты сейчас еще давай во дворце стрелять начни. Это вообще гениально будет. Я вижу, вы живы. Может, никакого покушения и не было? Неужели кто-то поверит девушке, о которой писали все желтые газеты? Если я верно помню, желтые газеты писали грязные сплетни. А серьезные газеты писали только хорошие. И обо мне и его высочестве. Вы успешно решили ситуацию с оскорбительными статьями в газетах. Я не помню, к сожалению, этого. Вообще, это, видимо, было во втором сезоне. Она ласково погладила пальцами гладкий ствол пистолета. Вы хотя бы понимаете, почему? Что почему? Потому что вы не справились с ситуацией? Она вскинула на тебя сверкнувший и злобный глаз, но ты не подумала замолчать. Потому что вы и ваша дочь проиграли, и вы не можете с этим смириться? Я не проиграла. И кто мне говорит об этом? Ты бесполезная дурнушка. Тонкие женские пальцы обвелись вокруг ребристой рукояти. В лицо тебе уставилась слегка дрожащая дула пистолет. Ну какой же тупой-то надо быть. Понимаешь, если бы она сейчас этого не сделала, возможно, у нее получился бы отмазаться в суде каким-то. Но, окей, ну ты заказала киллера. Понимаешь, ну почему ты ведешь себя как дура-то? Ну почему? Я не понимаю, я не понимаю. Она хотела вытащить свою дочь за принца, будучи идиоткой. Ты все испортила. Все. Годы работы, столько денег и сил, и все впустую из-за тебя. Что делать? Ты вскочила и тут же прыгнула в сторону противника. Ух ты, я прям как герой боевика. И сейчас получишь пулю, наверное. Испуганная женщина нажала на курок и пристрелила меня, видимо. Но ведь герои не умирают. В фильмах нет. Да хорошо, хорошо. Что будем делать? Крикнуть Адаму. Адаму, у нее пистолет. Луиза заметалась по сторонам. Балконная дверь грохнула, разлетаясь на кусочки. Ни хрена себе, как спайдер-мен. Ты посмотри на нее, влетел прямо через балкон. Испуганная женщина нажала на курок и подстрелила в дима Адама. Нет меня. Собака какая меткая, я не могу. Что делать? Упасть на пол? Так, ты рванулась вперед, стремясь уйти из-под дула пистолета. На пути твоего лба встал стеклянный... Острый угол стеклянного столика. Как же больно. Вы сделали одолжение своему врагу, убившись об столик. С какой же силой надо впилиться в столик стеклянный, чтобы вышить все мозги? Господи, это законческая нанять. Что мне делать-то? Предупредить Адама? Она же меня убьет. Ты подавила внутреннюю истерику, стараясь сохранять спокойствие на лице. Пожалуйста, опустите пистолет, вы ничего этим не добьетесь. Балконная дверь за спиной Луизы начала медленно открываться. Не дай бог она скрипнет, надо отвлечь ее разговором. Вчера вечером возле беседки, это ведь были вы, правда? Вы подслушали наш разговор с Ричардом. И... Поэтому решили убить меня. И ты не представляешь, как просто это было сделать. Вот я смотрю на Луизу, а вижу вот здесь вот дырку от бублика, знаешь, а не мозги. Этот кабан нашелся словно сам по себе в течение часа, представляешь? Адам еле слышно переступил порог, осторожно отодвинул занавеску. Он даже согласился взять ожерелье вместо денег. Чем ты ему насолила, девочка? Ты старалась не смотреть на мужчину, но Луиза словно почувствовала что-то за спиной. Резко дернувшись, она вскочила и сделала шаг вперед. И выстрелила куда-то. Так, резко припав на одно коледо, Адам выкинул вперед одну ногу и тут же придавил упавшую Луизу к полу обеими руками. Дэн! Дверь распахнулась, впуская внутрь вооруженных людей в форме спецназа. Луиза Эрнетт, вы арестованы по обвинению в покушении на человеческую жизнь. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, боже, это будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат имеет право присутствовать на допросе. Вам несты ваши права. Шокированная Луиза без мозгов только хватала ртом воздух, пытаясь дотянуться до пистолета кончиком пальцев. Я не могу. Как можно метить в семейство короля, будучи... Ну, я не могу, я не могу, но я с ней умираю. Ну, сценарист, ну, пожалуйста, сценаристка. Ну, не могу быть персонажи такими тупыми. Ну, я отказываюсь верить в это просто. Через час ты сидела в кресле Даниэля, нервно отхлебывая из большой кружки слишком горячий кофе. Ты в порядке? Подумаешь, три раза померла, понимаешь, переиграла, а так все в порядке. Меня дважды пытались убить за последние сутки. Как ты думаешь, я в порядке? Молча отобрав кружку, телохранитель приврек тебя к своей груди и крепко обнял. У меня сердце разрывается при мысли о том, через что тебе пришлось пройти, и я рад, что ты в порядке. Ребят, у нас гости. Дверь участка распахнулась, и в помещение влетела разъяренная Джулия. Что происходит? Кто арестовал мою маму? Натолкнувшись на тебя взглядом, она зашипела, как растерженная кобра. Ты так и знала, что ты в этом замешана. Джулия, можно не орать для начала? Словно назло тебе девушка только повысила голос. Я спрашиваю, какого черта здесь происходит? Леди Джулия, мне очень жаль, но леди Луиза была арестована при попытке убийства. Не совсем точный термин того, что она пыталась заткнула. Она пыталась убить меня, Джулия! Алло! 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 Девушка захлебнулась воздухом, и некоторое время просто стояла, не шевелясь. А ты вообще держи свой рот на замке! Слушай, ну вырубиться стерву! Господи, где у тебя выключатель? В заднице находится или что? А ты, да, перестань не стерить. Так, дамы, а ну-ка сходите проветритесь. Ну, Даниэль! Тебе тут пока делать нечего, и вам тоже, леди Джулия. Поговорить с мамой вы сейчас не можете, если хотите помочь найти детей и хорошего адвоката. Наш семейный адвокат, тем лучше. А сейчас вон отсюда обе. Адам? Джессика, все хорошо, езжай, я приеду к тебе через час. Слегка ошарашенный, под тяжелым взглядом полицейского, вы покинули участок. Это психованная придет в себя, надеюсь? Словно во сне ты шагала к своей комнате, пока Джулия не схватила тебя за руку. Ты объяснишь мне происходящее немедленно. Ты выдохнула и кивнула в сторону своей комнаты. Заходи, поговорим. Девушка даже не стала брезгливо морщить носик, а спокойно уселась на первый попавшийся стул. Давай и о Ричарде скажем. Ричард меня любит, а моего нет! Почему это не закончится никогда? Это ложь! Не ложь, и твоя мама решила, что это повод меня убрать. Ее арестовали в тот момент, когда она пыталась меня пристрелить. Тяжело дышать, Джулия приоткрыла глаза. Мама была права, все из-за тебя, а Ричард был уже у меня в руках. А он точно тебе нужен. Она вскинула голову, глядя на тебя со смесью ненависти и боли. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, ты его не любишь. Тебя это совершенно не касается. Я не отступлюсь от Ричарда, слышишь? А, если я собрала компромат, я бы заставила отступить в критический момент? Ну, это уж совсем грязно, знаете. Посмотрев тебе в глаза, долгим взглядом Джулия выскочила. Вскочила и пулей вылетела из твоей комнаты. А что, и все? Мы когда-нибудь с ней подружимся уже, нет? Ты упала на кровать чувства, как каждая мышца, но это от усталости. Единственное, на этот сценарий супер сильно не прописан. В том смысле, что если ты не пытаешься быть с Ричардом, то игра, как бы, ну, история шлет тебя в задницу. Я еще все равно. Собираешься ты быть с ним? Не собираешься? Постоянно все будут про этого Ричарда говорить. Да плевать тебе, что он меня любит. Я сто раз уже выбрала Адама. Ах, ладно. Мне кажется, за эти три недели я похудела кило на пять. Вот бы мне так, Джессика, что ты ноешь, а? Ты посмотри на нее. У нее интересная жизнь еще и похудела. А другие люди, блин, два килограмма месяц скидывают, нытик. В кармане завибрировал телефон. Ты глянула на экран. Даниэль? Джессика, у меня к тебе вопрос. Мы допрашиваем Луизу, и по ее словам, Джулия не была замешана в покушении. Ты знаешь что-нибудь об этом? С учетом всего, что Джулия сделала мне, и того, что мне сказал тот журналист Ян. Леди Джулия Ардент, конверт, пришел якобы от анонимного источника на ее гербовой бумаге. А, ну типа, но я не думаю, что это она. Вообще, по-моему, мы же видели, что Джулия в кого-то влюблена, по-моему. Я вообще не помню, если честно. Только мужчина нахмурился, неловко перебирая пальцами. Я бы не спешил с выводами, это все как-то подозрительно. Что именно? Не могу сказать, просто считайте, что это мое профессиональное чутье. И этот конверт, и анонимность, это все не в ее характере. Я знаю леди Джулию, она не слишком приятна в общении, да. Зато она всегда выкладывает информацию напрямую, звонит и никогда не просит скрывать свое имя в публикации. Вы утверждаете, что кто-то пытается ее подставить? У меня нет никаких доказательств, так что нет. Не утверждаю, но определенные подозрения есть. Я думаю, что она не виновата. Джессика, ты там? Да, прости, я задумалась. Так что, как ты считаешь, Джулия причастна к покушению на тебя? Нет, конечно, чушь собачья. Да, точно, Карло, Карло, да, точно, Карло, я же вспомнила про Карло. Правильно, Джулия же его любит, а мать наставила, чтобы та за короля вышла. Вот даже Джулию жалко, пусть, хоть она и стервозная, но этого же паренька, наверное, любит. Вот и пусть будет счастливый, господи, совет да любовь. Во всяком случае, я ничего об этом не знаю. А сама Луиза ничего не говорила? Нет, и судя по реакции Джулии, она ничего об этом не знала. Хорошо, я понял, спасибо за информацию, до связи. Я считаю, мы правильно поступили, что не стали ее шантажировать и так далее. Она хотела выйти ради положения, а любила она-то другого. Так что, блин, я не все забыла за год, представляешь? Ты только успела выдохнуть, как телефон снова зазвенел. Сегодня я нужна всем. Алло? Эй, путешественница, ты как там? Мэган, я тебе сейчас такое расскажу, ты не поверишь. Через пять минут тебе пришлось отодвинуть трубку от ухла, чтобы не оглохнуть от воплей подруги. Я вообще им всем там головы поотрываю. Все, Джессика, все, сообщи мне адрес своего дворца, я лечу к тебе. Мэган, ты сошла с ума? Во-первых, черта с два, я отдам свою подругу на корм этим иностранцам. Во-вторых, ну мне тоже интересно посмотреть на дворец твоего принца. Да немой он, принц. Он немой, я отказала ему, помнишь? И это еще одна причина приехать и дать тебе в класс. Ты отказала принцу, Джессика. Ты лучшая подруга на свете, которая не несет чушь. Мэган, я очень буду рада тебя видеть. Но я не знаю, когда вернусь в Сагар. А еще я не хочу, чтобы ты стала жертвой какого-нибудь маньяка-киллера. Я буду не одна, не переживай. Пока оформлю визу, пока долечу, в крайнем случае, погуляю пару дней, как нормальная туристка. Главное, не потеряйся в этом охаре. Слушаюсь и повинуюсь. Как приятно будет иметь здесь Мэган. Иметь здесь Мэган. Мозг, пожалуйста, это обычное предложение. В таком случае я побежала собираться. Обнимаю тебя и до встречи. Покисики. Мы сейчас в какую-нибудь пустыню, небось, поедем, да? Судя по превьюшке, которая была до этого. Наконец-то откинулась на подушку и прикрыла глаза. Я просто порежу здесь немножко. Разбудил тебя голос Адама. Эй, красавица, пора вставать. Ты уже собрала чемодан? А что, я уснула? Да, прости, не хотел тебя будить. Но нам пора улетать. А Джури, а Луиза, а я Эмми не сказала, что уезжаю. Нет времени, Джессика. Может, позвонишь ей позже? И вообще, классно будет ненадолго свалить из Сагара в Вахар. Не согласна. Там жарко. Понимаешь, если есть пустыня, там жарко. Я жару не люблю, поэтому для меня это не прикольно. Я лучше бы осталась здесь. Оставить весь этот кошмар за спиной. Как ты на это смотришь? Очень отстойно. С помощью Адама ты оперативно собрала пару чемоданов. Когда дверь твоей комнаты захлопнула за спиной, ты слегка передернулась. Ну все, вперед в пустыню, как бы. Я, если что, закинула... Да, резинку прямо себе в стакан с чаем. Попили чайку, блин. Серьезно? Посмотри. О, нет. Резинка. Сейчас я ее достану. Подожди. Это... Ксюш, ну как так? Ну что это за свинота-то безрукая? Господи. В прошлый раз, когда улетала в чужую страну, все закончилось неоднозначно. С тобой будет король. Чего ты расстраиваешься? Ой, принц. Чего мне ожидать от Ахара? Адам подмигнул тебе и пошел вперед. Ты вдохнула поглубже. Но будь что будет. Хуже не будет уже, дорогая, точно. Было интересно, почему нет? Оценки было ржачно. Я бы воспользовалась. Так, ну и у нас еще с вами вторая серия. Кстати, всего семь серий. Как же мы это собираемся сделать? Все. Даже не знаю, сколько роликов как-то записать. Ну ладно. Эмират Ахар ждет тебя. Главное не попасть в еще большие проблемы. Серия два. Королева в Ахаре. События этого сезона развиваются в арабской стране со своими специфическими законами, отличающимися от законов всех существующих мусульманских стран. А-а-а, понятно, значит, не классические мусульманские. Поняли мы. Хорошо хоть предупредили, а то действительно, возможно, как-то было бы кому-то обидно. Нашей целью не является оскорбление чьих-либо чувств. Мы предоставляем лишь развлекательный контент. Играйте с удовольствием. Ловите преступницу, ловите ее. У меня бывали плохие дни, но этот прямо из ряда вон плохой. Ты рванула к выходу из гарема, путаясь в палах длинного платья. Какого черта? Мужчина в гареме, мужчина! А все так хорошо начиналось. Как мы оказались в гареме? Вдезапно просто зашли через дверь? Че? Так. Ты хочешь сказать, меня не пустят на переговоры? Твой официальный статус не дает тебе права присутствовать при мужских разговорах. Что это за милая единорожка здесь? Какая прелесть. Он виноват и покачал головой, разводя руками. Мне самому не нравится такое положение вещей Джессика, но это их страна и их правила. Нам остается только подчиниться. С другой стороны, мне-то там какого и вообще, что мне-то там делать на этом собрании чисто мужиков? Конечно, нечего. В конце концов, не мне же лично войну объявили, правильно? Это разумно. Если подумать, я действительно не имею никакого отношения к политике Сагара. Дошло наконец-то. Адам открыл было рот, чтобы что-то добавить, но в этот момент сопровождающие вас слуги разделились на две группки. Мужчины повели влево, тебя вправо. Бросив напоследок убийственный взгляд на их спины, ты послужно последовала за девушками. В женской половине дома тебя встретила немолодая, но очень красивая женщина. Приветствую тебя в доме моего сына, гостья Джессика. Меня зовут Шахла, я мать Эмира Джалаль Назаран, Ибн Халиба и валиде Эмира этого гарема. Вообще ничего не поняла, только меня зовут. Здравствуйте, Шахл. Да, что такое валиде Эмир? Женщина слегка поджала губы, явно не одобряя твоего присутствия. Валиде Эмир это та, кто заботится о гареме его птенцах. Блин, ну логично, могла и догадаться сама, Ксюша. Пока ты здесь, я буду тебе заботливой матерью и строгой сестрой. Я понимаю. Есть что-то особенное, что мне нужно знать. Есть несколько правил, которые тебе стоит соблюдать в нашей стране. Не стоит бродить по дворцу в одиночку, ты можешь случайно попасть туда, куда женщинам вход воспрещен. Логично. Если хочешь погулять, скажи мне, я выделю тебе калфу. Она будет тебя сопровождать. При желании ты можешь свободно ходить в городе, но обязательно накрывай волосы платком. Окей, несложно. Также старайся не ходить по безлюдным переулкам. Харба безопасный город, но девушке без сопровождения все-таки стоит соблюдать осторожность. Впрочем, я могу попросить Эмира выделить тебе провожатого. Походить по городу, а ведь это хорошая идея. Посмотрю достопримечательности. Ну, в мусульманских странах вообще опасненько как бы нам с вами там находиться. Поэтому, конечно, лучше с сопровождением можно. Желательно, кажется, с мужчиной ходить. Но сначала надо покопаться в интернете. Тогда я бы хотела попростить сопровождающего на сегодня. Прости, дитя, сегодня Эмир слишком занят, чтобы уделить внимание моей просьбе. Дождись завтрашнего дня. А чтобы сегодня тусоваться во дворце, хоть по дворцу меня тогда проведите. С этим она подвела тебя к одной из дверей. Это твоя комната. Немного позже мы выделим тебе калфу для услужения. А пока чувствуй себя как дома. С коротким поклоном Валиде Эмир оставила тебя одну. О, нифига себе. Вот это хорома, ничего себе. Два твоих чемодана сиротливо привестились у стены. Ты вздохнула, доставая ноутбук. Ждать до завтра и что мне сидеть в этой комнате? Ну нет. О, у них нормальный вай-фай, круто. Сообщение от Эммы. Я звоню, что ты... Я знаю, что ты улетела. Позвони или дам в глаз. Ты сглотнула и поспешно ткнула в звоночек вызова. Ой, она меня сейчас прикончит. Прошла минута и в динамике раздался спокойный голос подруги. Эмма. Они держат меня в заложниках. Надеюсь, это... Надеюсь, они хорошо тебя кормят? Какие новости? Ну, про войну ты знаешь, да? Полдворца уже знает. Тут никто не умеет хранить секреты. Понятно. Сплетники, они... Честное слово, там в этом... Такое ощущение, что в этом замке они сплошные сплетники тусуются. Все про все знают моментально. У нас новостей пока нет. Меня отправили отдыхать, пока Ричард ведет переговоры. Как будто женщина в переговорной комнате к беде. Вот ты не лезь, понимаешь, со своим носом в чужой каравай. У Ахара свои представления о правах и обязанностях полов. Да это же я уже заметила. А что в Сагаре? Все стоят на ушах. Луизу собираются судить. Джулия ходит неправдоподобно счастливо и никого не задирает. Уже второй день, представляешь? Ей позволили быть с мужчиной вероятной мечты. Неужели снег пойдет? Я не удивлюсь. Похоже, Карла сделал ей предложение. Весь двор в шоке. Ах, какая прелесть. Король и королева не показывают публике. Охрана дворца увеличилась. В два раза. В общем, я буду рада, если вы вернетесь поскорее. Я тоже. Обещаю, что заставлю их шевелиться. Подруга вздохнула в трубку, ее голос потеплел. Джессика, я скучаю. Всегда готова помочь. Звони, если что случится. Обязательно, ты тоже. Обнимаю тебя крепко. И я тебя досвязил. И хочу подругу, как Эмма. Ну, нет, у меня есть подруга, как Эмма. Пока. Несколько минут ты задумчиво смотрела в экран пустым взглядом, потом встряхнулась. Так, я искала место достопримечательности. Что у нас тут? Через пару минут поисков ты обнаружила крупный рынок совсем недалеко от дворца. Вот и отлично прогуляюсь, посмотрю местный колорит. Тебе же сказали, никуда самой не ходить, нет? Захлопнув ноут, ты бодро выскочила из комнаты. Через пять минут после выхода из дворца ты поняла, что это все было плохой идеей. Злое полуденное солнце словно бы задалось целью зажарить тебя заживо. Местные хиленькие деревни пытались отчаянно спрятаться в тени домов белого и песчаного цвета. Под ногами на асфальте хрустел песок. Вот именно поэтому я эти страны не люблю. Там так жарко, действительно. Мимо на бешеной скорости пролетали машины. К рынку ты подползла, обливаясь потом и проклиная себя припоследними словами. Последний ты оставила Ричарду с Адамом и Эмиру за компанию. Потому что себя надо любить. Зато сам рынок... Может, надежду полегче купить? Здесь-то наверняка можно что-нибудь взять такое легенькое. Здесь... О, антисанитарно, это да. Но обычно всегда это очень красиво. Знаете, эти рынки, потому что там всего навалено горами, аж глаза разбегаются. Твое внимание устремилось вглубь маленьких лавочек, где продавцы сидели на полу на коврах, и у их ног раскинулись сокровища. Ой, я вообще сорока-ворона, я такое прям люблю. Ты знаешь, ходишь и прям глазеешь на все. Там столько всего обычного классного разложено. Все это тебе нафиг не надо, но очень хочется. Яркие ткани из сумки, разукрашенные горшочки и тарелки, медная посуда, украшения. Ты медленно зашагала вдоль колоритных рядов, восхищенно рассматривая эту красоту. А не купить ли мне платьица в местном стиле? Ну, оно ж наверняка из нормальной ткани сделано, а не из кожи. А то мы в кожаном, понимаешь, костюме. Подумай, как нам жарко. Словно заметив заинтересованный блеск в твоих глазах, ближайший продавец широким местом обвел твой и свой товар. Девушка красивый, платье красивое, совсем много красивый. Ты подошла поближе с интересом, рассматривая предложенный товар. Ой, боже мой, вот это платье, нифига себе красотища. В жены тебя возьму красивый такой. Ой, нет, спасибо. Ваш авторитет возрос. А они в таком ходят. Блин, я вообще ничего не знаю про их культуру. Не знаю про то, что там не уважают женщин. Это максимум, что я знаю. А вот насчет того, помимо хиджамов, они что-то носят. Ну, какая-то вообще одежда у них вот такая красивущая, как у меня, есть. Я просто не видела никогда, честно. Друзья, не пытаюсь никого скорбить? Я, правда, никогда не видела. Я вообще хз, что там происходит. И в чем они, в принципе, ходят. Ты покрутилась перед зеркалом, придирчиво осматривая себя со всех сторон. Будем считать, интеграция в местную культуру прошла успешно. Сколько с меня? Пять тысяча? Сколько? Пять тысяча? Пять тысяча чего, прости? Может торговаться? Пять тысяч много даю? Две. Я детей кормить и жена кормить. Две тысячи разорить? Четыре с половиной. Две двести и точка. Сколько у вас детей? Горе мне, горе, женщина. Много горя? Четыре. Детей два. Мальчик умный, девочка красивый, жена послушный. Ты засучила рукава, и вы продолжили азартно торговаться. Через двадцать минут ты знала всю семью и родственников продавца. Зато вы сошлись на трех тысячах. Ах, красивая и умная женщина. Торговаться знает, говорить знает. Хорошо. Продавец с доволен навыками общения. Бери платье, так отдаю без деньги. Что? Не-не-не-не-не-не-не, возьми деньги. Спасибо большое, но я предпочитаю платить за то, что беру. Ай, гость, платье так бери. Ну же, ну уж нет. Это вы берите деньги и испортите. Продавец еще немного поупрямился и в конце концов с довольным лицом положил деньги к себе в карман. Это что, какой-то ритуал? Вначале торговаться, торговаться, а потом предложить бесплатно, проверив, хороший ли я человек? Расплывшись в добродушной улыбке, он помахал вслед. Приходить еще я здесь быть еще целый день. Обязательно, до свидания. Я не думаю. Вы собрали традиции местного гостеприимства. Это обязательно отразится на будущем. А это правда? Блин, звучу как вообще человек, ничего не знающий. Ну я, мне прям интересно, действительно так себя там и ведут? Ну я не уверена, что в Арабских Эмиратах торгуются. Я без понятия. Я там не была, поэтому я не знаю. В мусульманских странах я тоже довольно редко бывала. В смысле, прям вот на рынках, поэтому, если честно, я не знаю, какая там культура вообще. Может, они действительно все торгуются? Может, это нормально? Приподняв себе настроение, ты продолжила праздно прогуливаться вдоль рядов. Пора возвращаться назад, пока нам по заднице не надавали, нет? Но стоило тебе отойти на несколько шагов, как из-за груды висящей ткани высунулась рука. Она вложила тебя что-то в ладони, так же стремительно исчезла. В смысле? Тотшатнулась, едва не роняя предмет, но тут навстречу тебя вынырнула девушка, схватила тебя за рукав и шепнула. Бежим, сейчас начнется. Фигася, что у нее голова не покрыта. Ты открыла была рот, но вдруг из-за ткани раздался виск. Давай же! Она первая со всех ног припустила вдоль рядов. Что делать? Бешай за ней! Повернув голову, ты увидела толстую продавщицу, надвигающуюся на тебя с диким визгом. Волосы на твоем затылке встали дымом. Развернувшись, ты со всей дури рванула за улепетывающей девицей. Во что я вляпалась на этот раз? Выскочив на край дороги, девушка хищно рванулась вперед и запрыгнула в припаркованный автомобиль. Ты по инерции нырнула следом, а машина тут же тронулась, когда девушка повелительно гарпнула водителю что-то на арабском. Джессика, мозгов у тебя вообще не дав запрыгивать в первую попавшуюся машину, вот я тебе ху просто. Затем она обернулась к тебе. Вот это приключение, у меня коленки дрожат. Что за ерунда там произошла? В ответ девушка только расхохоталась, откинув голову назад и показывая белоснежные зубки. Ничего такого, просто я ужасно повеселилась, а ты? Я заинтригована, что это все вообще было. Она прищурилась, потом бросила несколько слов водителю, устроилась удобнее. Не переживай, тебе ничего не грозит, но я бы не смогла провернуть все это без тебя. Видишь ли, она схватила меня за руку, а браслет был в другой. Мне пришлось сунуть его тебе, пока она разжимала другую мою ладонь. Ты сперла браслет? Серьезно? Меня Ричард с Адамом просто отшлепают, понимаешь? Причем не ладошками, а плетями. Вот нахрен так делать? Вот почему меня все любят подставлять? Только сейчас ты разжала плотно сомкнутые пальцы. Она стырила еще и золотой браслет. Она мотнула головой, отпихивая твою протянутую ладонь. Нет, нет, оставь себе. Я уже доказала всем, что могу это сделать. Могу пойти и украсть что угодно на базаре и вообще могу быть самостоятельной. Тебе 17 лет, что ли? Она гордо вздернула носик и повела плечом. Я не уверена, что хочу оставлять себе краденую вещь. Ой, да ладно, через полчаса мой человек придет и все оплатит. То есть, по сути, это не кража? У меня нет слов, одни выражения. Как это не кража, если это кража? Стопроцентная. В любом случае, спасибо, что выручила. Куда тебя отвезти? К Эмирскому дворцу, пожалуйста. К дворцу? К площади ты имеешь в виду? Нет, к центральному дворцу. Мне нужно во дворец. Во дворец? Ты гость Эмира? Да, я приехала с делегацией. Так ты из Агара. Невероятно, что мы с тобой встретились в таких обстоятельствах. Ты тоже из дворца? Я сестра Эмира. Айла Аль... Как сложно читать их имена. Ахсана Ибн Халиб. Официально? Официально? Теперь у меня есть титул, а хоть представить смогу по-человечески. Я Джессика, графиня и официальный представитель Сагара. Приехала помочь его височеству в переговорах с Эмиром. Айла сморщила, носик недовольно фыркнула. Вы и барабейцы такие чопорные, аж противно. Я просто похвасталась, что начинаешь. Через каких-то 10 минут машина остановилась у входа в Эмирский дворец. Ме, ну я не понимаю, что такого. Ну представилась. Я, ну, было очевидно, что она такая дур... Как объяснить? Такая девушка с пришиблинкой, понимаешь? Вот, вся такая веселая, шебутная. Надо было ей тоже представиться так же, но я решила официально. Видимо, все запороло. Ну и неважно. Вы не прошли трех шагов по гарему, как перед вами выросла фигура шайхлы. Айла Аль Ахсана Ибн Халиб, где ты была? Она назвала меня полным именем. Это очень-очень плохо. Я гуляла по рынку, мама, и встретила нашу гостью. В Эмир прищурилась, обвиняющая глядя на дочь. И ты ничего не крала на базаре? Почему Хасим просил у меня денег на выкуп вещей? Айла робко потупилась. Кромно складывая руки на животе. Я ведь говорила, что твои игры не доведут до добра. Айла, ты не пойдешь сегодня купаться с остальными девушками. Но мама... Она незаметно просияла, и... Она вдруг посияла, незаметно отткнув тебя в бок, затороторила. Мама Джессика просила меня лично сопроводить ее на купание. Мы теперь подружки, я просто обязана ей показать, как мы живем. Незаметно потирая отшибленный бок, ты энергично закивала. Жизнь гарема, это такая тайна для меня, я хочу знать про нее все. Разрешите, Айле, показать мне ваше купание, я очень вас прошу. Шахла оглядела вас обеих тяжелым взглядом, затем вздохнула и милости выкивнула. Дочь моя, считай, что сегодня тебе повезло, но не испытывай судьбу слишком часто. Подожди, она сказала, что доказала, что теперь может что-то своровать. Ну, по тексту было так. А она это постоянно, что ли, делает? Окей, допустим. Она может потерять терпение. Айла закивалась подозрительно честным лицом и схватила тебя за руку, поскакала прочь. Сначала тебе пришлось пробежаться с Айлой до ее комнаты, где она долго выбирала купальник. Потом вы таким же галопом бежали в твою комнату переодеваться. Давайте не будем, можешь, шокировать, да? Или будем шокировать? Шокернем? Ну, правильно, мне никто не говорил. Мы все равно с девушками идем купаться, правильно? Затем Айла повела тебя какими-то извилистыми коридорами. Яркое солнце хлестнуло тебя по глазам. Окруженный солнцем бассейн купался в лучах света. В такой жаре, под таким солнцем купаться в бассейне – это самоубийство вообще. Несколько девушек при вашем появлении обернулись, потом зашептались между собой на арабском. Всем привет. Девушки захихикали и прыснули в разные стороны бассейна. Не обращая на них внимания, они стесняются. Мы редко видим новых девушек во дворце. Может, я познакомлюсь с ними? Не всем из них можно говорить с чужими, давай лучше поиграем. Во что? Девушка задорно соощурилась, глядя на тебя. Есть такая игра «Слово или дело», знаешь ее? Еще бы мы в школе постоянно в нее играли. Давай делиться фактами, ты будешь спрашивать о жизни в гареме, а я о жизни в сагаре. А ведь это отличная возможность получше узнать эту страну. Победите в игре? Как в ней можно победить или проиграть? Кто первый? Ты гостья, я уступаю, это право тебе. Отлично. Как выбирают девушек в гарем? Девушка расхохоталась весело, вскидывая руки вверх. Самый мир Назаран изволит прислать машеты красивых девушек. Иногда это делает его мать. А еще есть специальная электронная почта, на которую можно прислать резюме. Ты издеваешься надо мной? Одну очку Айли за честный ответ. Резюме в гарем? Мы современные люди, Джессика. Итак, мой вопрос. Девушке пора заканчивать. Я желаю воспользоваться бассейном в одиночестве. Но почему сейчас? Мы ведь еще не закончили игру. Ну, я хочу... Давайте попробуем. Ты мило улыбнулась, поворачиваясь к Валидии Мир. Шахла, мы с Айлой так чудесно проводили время. Может, дадите нам еще полчасика? Шахла вскинула брови, но тут же улыбнулась. У нас не принято отказывать гостю, Джессика. Разумеется, я не буду вас выгонять. Она меня ненавидит, я тебе клянусь. Спасибо. Ты повернулась к девушке и подбадрюще кивнула. Мы остановились на твоем вопросе. Скажи мне, а это правда, что ваш король умирает? Почему она спрашивает? Из любопытства? Умирает? А что с нашим? А я не помню, прикинь. А что с ним вообще? Я отвечу. Король Генри болеет и думает, что сильно. Иначе он не стал бы отказываться от престола. Наверное. Ты не уверена? Я не могу знать всех подробностей. Ну да, в конце концов, я не вхожу в их семью близко. Разве ты не близка с королевской семьей? Ну это уже следующий вопрос, а ведь сейчас моя очередь. Теперь твоя очередь, спрашивает Джессика. Так. Почему так Эмир не любит сагар? Ты никогда не хотела отсюда уехать? Однажды хотела. Я влюбилась в одного мужчину, иностранца. Но он уехал, и брат запретил мне уезжать вслед за ним. И ты не стала возражать? Почему же я возражала? Но он сказал, что не даст денег на самолет, и я решила остаться тут. Теперь мой вопрос. Она понедила голос и сделала страшные глаза. А у телохранителя принца Ричарда есть девушка? Я... Я прямо... Даже хочу знать, зачем тебе эта информация. Насколько я знаю, у него есть девушка. Ты неодобрительно выгнула бровь, глядя на поникшую Айлу. А, вот оно как. Откуда она знает Адаму? Что вообще происходит? Моя очередь. Во дворце Эмира что-то произошло? Айла посмотрела на тебя, как уставшая мать наорущего младенца и покачала головой. Действие! Я хочу, чтобы ты... Выпила воды из бассейна. Вы европейки все такие сумасшедшие, а вдруг я отравлюсь? Нет, ни за что. Минус одну очко Айле за отказ от действия. Последний вопрос. Это правда, что какая-то иностранная куртизанка пытается отбить вашего Ричарда? У закон... Чего начинаешь-то? Да, приятно познакомиться. Айла охнула, пряча рот в ладошке. Так это про тебя писали в газетах? Ой, прости, я не хотела. В смысле... Я не имела в виду, что ты куртизанка. Аллах, какой позор. Да ладно тебе, газеты все так некрасиво расписали. Я понимаю, почему ты так подумала. Ну, в общем, да, но обсуждать это я не буду. Пора заканчивать игру, как ты считаешь? Пора считать баллы. Ну, я выиграла. Похоже, сегодня победа достается моей дорогой гости. Я и должна была выиграть, правильно, для чего-то. Она крикнула что-то служанке, и та вернулась через несколько минут с небольшим свертком в руках. В честь этой победы припи маленький сувенир от меня. А что это? О, красивый, вот этот красивый. Какой симпатичный, спасибо, Айла. Мне приятно сделать тебе маленький подарок. Она покосилась на шахлу и вздохнула. Думаю, нам пора уходить, но мне не хочется возвращаться к себе. Можно я зайду к тебе в гости в комнату? Разумеется, пойдем. Делать-то все равно нечего. Айла прошпугнула в твою комнату и тут же с комфортом уселась на кровать. Шахла будет в ярости, если узнает, что я заходила к тебе. Ты ей только ничего не рассказывай, ладно? Так уж убыть, это между нами. Хорошо, что ты купила Абайю. В ней ты можешь спокойно гулять по городу. Айла, пока ты здесь, расскажи мне все секреты, интриги и расследования. Мне бы это очень-очень помогло. Наверняка она любит сплетничать. Я прям по лицу вижу, что она сплетница. Кстати, Айла, сегодня на рынке кое-что произошло. Когда я покупала платье, продавец предложил забрать его бесплатно. Почему? Это Тааров. Вежливый человек показал свое гостеприимство. Обед или товар бесплатно. Ты должна вежливо отказаться и дать деньги, и тогда все будут довольны. Ты ведь дала ему деньги, правда? Разумеется. Тогда все в порядке. Ну уж не настолько я глупая. Девушка вдруг подорвалась с кровати и высунулась в окно чуть ли не по пояс. Смотри, советники идут, переговоры начинаются. А шахла, наверное, с ними не пойдет. Тем временем я сижу здесь и не знаю, что там происходит. А вдруг их там убивают? Я должна убедиться, что эти переговоры не подстава. Айла, они что, прям в саду будут разговаривать? Нет, есть специальная комната для переговоров. Видишь вон ту дорожку? В ее конце стоит зал Эмира. Там так красиво. Они вечно там собираются, разговаривают скучно. А на переговоры нас не пустят, да? Айла хихикнула, толкая тебя в бок. Нет, конечно, это же разговоры мужчин. Из женщин там может быть только мать Эмира. Ага, очень интересно. А разве шахла должна идти с ними? Она всегда ходит и слушает, что они говорят. Но не сегодня. Вчера мать поссорилась с моим братом. Кричала на него, представляешь? Как будто он обычный мужчина. Мне даже как-то даже страшно стало. А теперь она купается, как ни в чем не бывало. Может, она против объявления войны с Агару? Итак, суммируем. Меня не пустят на переговоры, а шахлу пустят. Но именно сегодня она туда не собирается. Это огромная удача. Ты хочешь замаскироваться? Мы с ней одного роста. Если я надену ее одежду и закрою лицо, я смогу пробраться на переговоры и все услышать. Какая плохая идея, Джиська. Если смоюсь до конца переговоров, никто ничего не поймет. Тем более, что Эмир поссорился с шахлой. Он наверняка даже разговаривать с ней не будет. Значит, надо добыть ее одежду. Но как? Может, попробовать уговорить Айлу мне помочь? Добровольно она не согласится. Надо действовать осторожнее. Переговоры-то ужасно скучно. Я понимаю шахлу. Я бы и сама не пошла. Шахла говорит, женщина должна присматривать за мужчинами. Иначе они наделают бед. Я хочу присмотреть за своими мужчинами. За своими? Я имею в виду Ричарда и Адама. Как бы они там не наделали бед. Но ни один из них не является твоим мужем. Нет. Но почему ты называешь их своими? Айла вдруг резко встала и хмурясь попрощалась. Прости, Джессика. Мне нужно идти. До свидания. Я ее оскорбила. И что это было? Так, ладно, хорошо. Что можно тогда придумать? Хочу узнать, о чем они говорят. Ой, даже не говори. Я бы отдала пол косметички, чтобы туда пробраться. А если я скажу тебе, что мы можем это сделать? Девушка замерла, как хищный зверек, глядя на тебя с интересом и настороженностью. Нет, если нас поймают, сурово накажут. Тебя накажут, а меня нет. Я ведь чужестранка. Айла неуверенно покачала головой, но не стала тебя прерывать. Если бы я оделась, как валиды султаны, прикрыла лицо, меня бы никто не узнал. Я бы пробралась внутрь, а потом рассказала бы тебе, о чем они говорят. Это... это опасно? Ненамного опаснее, чем кража браслета на базаре. Девушка хихикнула и глубоко задумалась. Потом медленно кивнула. Я помогу тебе, но если кто-то об этом узнает, мне грозят нешуточные проблемы. Я никому ничего не скажу, а обещаю. Она подбегнула тебе и выскользнула из комнаты. Вернулась она через несколько минут, держа платье на вытянутых руках. Я уйду в свою комнату и сделаю вид, что сплю. Дальше ты сама. Меня не привыкать, спасибо. Ой, вот почему я лезу в неприятности? А почему нельзя потом просто спросить, о чем они будут говорить? Почему я такая нетерпеливая? Ебогу. Кивнув, Айла быстрым шагом покинула твою комнату. Хорошенько заперев дверь, ты переоделась в платье Валиде Эмир. Красивая. А теперь пойдем послушаем, о чем говорят наши мужчины. Ты неторопливо шла к указанной, к указанной алой дорожке, стараясь поддержать, подражать походке в Валиде Эмир. И как они только ходят с этой штукой, делятся? Ничего же не видно. Ох, там мужик какой-то идет. Ты опустила голову, стараясь быстрее пройти мимо, но мужчина заметил тебя, подошел сам. Матушка, ты все-таки решилась посетить, решила посетить переговоры с этими варварами из Сагара? Еще и в полном никобы, а неужели ты все еще дуешься на меня? Это что, Эмир? Господи, что делать? Может быть, все-таки поговорить с ним, или может, тогда не придется идти на переговоры? Что делать? Поговори с ним. Ты вздернула голову вверх и гневно фыркнула. Мужчина моментально вспылил. И чужаки подставили меня, и ты это знаешь. Я поступил верно, объявив им войну. Ты протянула долгая, недоверчивая. Никто, кроме этого сноба Ричарда, не мог этого сделать, я ему не доверяю. В любом случае, письма пропали вместе с этими предателем. Если мы не найдем их, то будем выглядеть глупо в глазах мирового сообщества. Войну объявили, а доказать ничего не можем. Письма? О каких письмах он говорит? Что я только что узнала? Ты склонила голову на бок и мягко кивнула. Нас уже ждут, пойдем. Какие-то письма исчезли. Я не знаю, что это за письма, но что-то явно очень важное. Ты кивнула и быстро засеменила вслед за Эмиром. Как можно не узнать глаза родной матери? Нет, я могу поверить, что если мужчины вообще не обращают внимания, то может быть. Но как бы, как можно глаза-то не заметить? Зайдя в зал, ты быстренько осмотрелась по сторонам, пытаясь определить себе место. Наверное, женщина где-нибудь в углу стоит, так, чтобы не привлекать внимание. Должна сесть слева Эмир, справа Эмир. Да я в душе не знаю. Правая рука. Я его левая рука, правая рука. Я справа от Эмира. Ты быстренько так. Я примастилась на пуфики справа. Правитель, покосившись, на тебя прошел... Слева собака. Ты так радуешься падению визоре, что решила занять его место? Побледнев над никобом, ты быстро встала и переместилась на пуфик слева. Что с тобой, женщина? Ты сама не своя. В этом моменте все присутствующие церемонно поклонились, избавив тебя от необходимости отвечать. Фух, пронесло. Чуть не попалась. Да откуда же мне знать, с какой стороны садится женщина? Вообще, в душе не знаю. Слегка выдохнув, ты оглядела большой зал и собравшихся в нем людей. Ричард сел на неудобном пуфе, прямой как стрела и хищно, обострившимися чертами лица. Справа от него... А что Леонард здесь делает? А, это тот самый. Странненький, да? Угу. Когда он успел прилететь, неужели еще вчера ночью? Я ничего не понимаю. Твой взгляд скользнул дальше и зацепился за Адама. В отличие от Ричарда, телохранитель казался спокойным, даже расслабленным. Сбоку от тебя прокашлялся Эмир, и ты вздрогнула. Здра... Приветствую вас, Эмир Назаран Ибн Халиб, от лица всего Сагара и от себя лично. И я приветствую вас, принц Ричард, в моем дворце. Все еще морем, несмотря на ваши старания. Ричард выдержал паузу, хладно глядя Эмир в глаза. Надо сказать, что Эмир очень неиздержанный человек. Вместо того, чтобы разобраться, он тут же объявил войну, потому что пропали письма. Кто ж просто так объявляет войну? Ну это же глупо. Я искренне верю в то, что между нами произошло недоразумение, и мы сможем его решить. Ты неуютно поерзала на пуфики, и тут почувствовала, как платок начинает сползать с твоего лица. Черт, я не умею крепить эти штуки. Поправить платок. Ты медленно приподняла руку, стараясь, чтобы никто не обратил на тебя внимания. От твоего движения платок шевельнулся и быстрее пополз. Не сдаешь, твою мать. Беда, беда. Вы считаете, поддерживать моего визера в попытке восстания это недоразумение? Я искренне не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете? Лично вы и Ричард обеспечивали его деньгами и союзниками. Че? Эмир вдруг вскочил на ноги, распаляясь. Благодарите Аллаха, что я не казнил вас на пороге своего дворца. От его резкого движения платок снова полз вниз по твоему лицу. А что, он как-то особенно крепится, да? И тут ты встретилась взглядом с Адамом. Его прищуренные глаза неотрывно смотрели на тебя. Мы в жопе. А потом начали удивленно расширяться. Только не это. Он меня узнал. Надо валить. На виске Адама набухла крупная жилка. Ты, по возможности, быстро встал на ноги. Я прям вижу, как он просто закипает там. О, господи. Я не жилец. Он точно меня закопает где-нибудь в пустыне. И мир резко обернулся по инерции, взмахивая рукой. И платок окончательно упал с твоего лица. Зашибись, я... Ну-ка... Ты кто? Хе-хе-хе. Здрасте. Всем добрый день. Я уже ухожу. Человек фейл просто. Не оборачиваясь, ты со всех ног припустила вон из зала. О, как это глупо. Как же это глупо. Судя по тому, что топот ног раздался за твоей спиной не сразу, мужчине понадобилось время, чтобы прийти в себя. Зато теперь за тобой, похоже, гнались все. Где вход в комнату? Ты рванулась к одной из знакомых дверей. Черт, не та комната. Внезапно в одном из проходов показалась шахла. Мое платье? Ты украла мое платье? Ловите преступниц! Ах, вот что случилось. Ловите ее! У меня бывали плохие дни, но этот прямо из ряда вон плохой. Ты рванулась к выходу из гарема, путаясь в полах длинного платья. Какого черта? Мужчина в гареме! Мужчина! А все так хорошо начиналось. Неа. Вот лезть не надо было. Вот надо было сидеть там, где все дело. Понимаешь? И все! И никаких проблем бы не было. Нахрен было лезть. Господи, я не могу просто с нее. Нас по голове за это не погладят, я тебе говорю. Вот не погладят и все. Ну, это просто задница. Какой ужас. Ты покрупно накосячила во дворце. Да. Да. Кто вообще просил, я не знаю. Господи. Ладно, ребят, мы увидимся не через год. В следующий раз в продолжении. Будем играть с вами третью, четвертую серию. Посмотрим, как нас сильно отругают. И сильно ли нас вообще отругают. И что нас ждет дальше. Потому что эти две серии были полны какого-то пипца. Неудач и глупых женщин. Включая главную героиню. Пишите в комментариях, что думаете по поводу, в принципе, третьего сезона. Он так странно резко развивается, что я вообще сама ничего не понимаю. Отдельное спасибо спонсорам канала. Мы с вами увидимся в других роликах. И всем пока.